Всем привет! Вы на канале Live Spain Club, и сегодня мы начинаем вашу любимую рубрику, связанную с едой. Дон Рафаэль будет показывать, как готовить дома, и самое главное, как готовить домашнюю еду, ингредиенты для которой вы найдете в любом супермаркете и в любом магазине Испании. Julia и Yana hablaron conmigo para que grabáramos algunas cosas, algunas recetas. Но я хочу сказать, что мы собираемся сделать в магазинах, если вы хотите рецепты сложные, то есть интернет, потому что у нас есть в любом магазине, мы собираемся сделать продукты в наших магазинах, где мы живем, что-то легко сделать, но что-то очень хорошо, что-то не дорого, потому что в председательности тоже влияют, что-то не очень много времени, потому что мы смеем в inside, а в магазине, а в магазине, мы все-таки, мы с бедами, 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 и другие вещи мы хотим сделать. И, значит, мы всегда будем делать все остальные вещи, чтобы они с бедами очень хорошие, с бедами, с продуктом, мы разработаем удобно, что не используем 50 упаковок, как есть в ресторанах, потому что потом там четыре, которые будут ловаться, и это мы должны сделать это. То есть, это все, что мы будем пытаться. И потом, во-первых, иметь свою голову. В этом кухне есть много догма, есть много талибан, есть много, что это должно быть так. Нет. Учитывая, что каждый у нас есть один раз. Да. В этом случае, что у нас есть хорошие, и что любят всех, кто вокруг тебя. И ты можешь садить все нормы, что хочешь. Хотя, что этот чеф, это очень хорошо, он сделает это в ресторане. Но в нашей кухне мы будем делать то, что мы думаем, что будет хорошо. Очень главный момент говорит Рафаэль, что я пришла сюда, чтобы научить вас семейной, семейной, что самое главное, кухне. Что это означает? Мы все работаем, мы все занимаемся домашними делами, мы все хотим за нормальные цены покупать хорошие продукты. Учитывая эти все аспекты, мы будем готовить так, чтобы было удобно для дома, вкусно, всем подходило, и чтобы это не занимало много времени. Потому что мы не шефы с Рафаэлем, и сзади нас нет команды 4-5 человек. Поэтому это будет вкусно, доступно, понятно, и очень, как нам кажется, полезно для вас. Каждый сможет это повторить. Рафаэль на Валентина, где используют Рафаэль, Рафаэль, Рафаэль 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 и бутил, и все, что ты плаешь. Есть ураль, который тоже очень хорошо, которые были арроцами с вертурами. Да, которые мне нравятся. И вы можете сделать арроцами с вертурами, только с вертурами. Вы можете сделать это с пешками, особенно с зубами, типа бокерон, типа оттун, типа бонит. И вы можете сделать это тоже с мясом, где, в общем, обычно используется кастель. Хорошо. Очень важно, говорит Рафаэль, что всегда очень много дискуссий по поводу паэйя-ороз. Паэйя в Валенте, ороз в Аликанте. Но вы должны запомнить одно. В чем готовят паэю и ороз? Это называется паэя. То есть это в чем ее готовит сковородка. Что попадает вам внутрь? Это рис. И в зависимости от ингредиентов, на выходе вас будет ждать или паэя, или рис с мясом, рыбой, морепродуктами. И уже каждый из вас может выдумать дополнительный рецепт, который будет вашим рисом. Мы сегодня готовим рис. Рецепт. Рафаэль говорит, что очень интересно, что в туристических местах вы можете встретить, что мешают мясо и, например, морепродукты, или мясо и рыбу, или мясо и морепродукты. Но он не советует это делать, хотя каждому, если вам нравится, если вам подходит, вы делаете как вы считаете. Но он советует сконцентрироваться на одном ингредиенте. Если мясо, это мясо. Если морепродукт, это морепродукт. Если рыба, это рыба. Хорошо. И теперь мы посмотрим продукты. Рецепт. 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 Нормально. Если вы хотите добавить бомба, то хорошо. Но арец, файера, соус, есть много, которые очень хорошие, даже из марки Блэнк. Перфекто. Начинаем с самого главного ингредиента. Это рис. Он всегда рекомендует использовать круглый рис. Есть много рисов, которые вам предлагают на рынке, но Рафаэль рекомендует использовать самый базовый, простой рис. Например, как файера, например, любой другой, который вы найдете круглый. Соответственно,εотра cosa muy importante, nunca jamás hacer un arroz con agua mineral. Уf! ¿Dónde has visto esto? Un montón, no? Nunca, jamás. Hay que hacerlo. Sí Hay que emplear el agua del grifo. Y el agua del grifo, de aquí de Alicante, porque es agua dura. Cuando tú haces legumbres, por ejemplo una fabada, necesitas agua mineral, porque la legumbre necesita un agua blanda. El arroz siempre necesita un agua dura. Поэтому, если ты это делаешь в Мадриде, то это будет плохо, потому что в Мадриде очень сладко, и в ароке не сладко сладко, поэтому люди иногда думают, что я делаю с водой минеральной, что это лучше. Но, ты ошибаешься, вода в гриве. Но вода в гриве с бурбой, или вода в бутылке. Нет, ни в бутылках, ни в осмосе, ни в nada. Басика, фига ты. Дел грифо, кэсэй, ага дура. Но саби эстонунка. Смотрите, классный для нас сразу же лайфхак. Рафаэль говорит, что он не рекомендует использовать воду в бутылках, которую продают для изготовления риса. Даже воду, которая проходит фильтрацию. Почему? Он говорит, что для риса нужна твердая вода. Поэтому просто вы берете воду из крана. Например, он говорит, что в Мадриде у вас точно не получится такой же классный рис как у аликанте, потому что в Мадриде мягкая вода. Вот это лайфхак. Насови я, Али. Это и все. Ариф. Ну, арок. Да, у нас есть арок. Азwieц. Гриф. Оливковая масла. Оливковая масла. Азwieц. И потом, какие продукты. У нас есть. Я, самостоятельно, есть люди, которые делают… Например, есть рецепт очень известный в Аликанте, который называется рецепт с курицей и крючком. Это рецепт типичный, который обычно делается с лень. В доме, рецепт с курицей и курицей, это что обычно используются. Я также добавляю немного курицей, потому что курицей и курицей, как вы видите, я имею в виду, курицей, курицей и курицей. В основном, Рафаэль говорит, что часто в Аликанте можете встретиться с кроликом и с овощами, или, например, кролик и курица. Он сегодня будет использовать курицу, кролика и ребрышка. Он всегда делает такое смешивание для того, чтобы было больше вкуса. И теперь мы будем начать. Первое, что мы будем делать в паэлье, в паэлье, прежде чем есть... Курица? Нет. Первое, что мы будем делать... ...это лим и пимиян. Лим и лим и пимиян. Лим и лим и лим и лим. И мы сделаем на лим и лим и лим и лим... ...саменькие витки, чтобы лучшее вкусно. И вот в конце. В следующем лим и лим и лим. мы делаем надрезы по половине. Хорошо, это уже у нас есть. И теперь мы будем лимфить немного. Добавляем немного. Добавляем немного. Первый ингредиент – это чеснок и перец. Это да, нужно использовать в паэля всегда пи-мьенто-роженое, никогда пи-мьенто-роженое. Всегда только красный перец. Это уже у нас есть. И теперь мы будем... Сначала мы добавляем головку чеснока. И в то же время добавляем перец. Добавляем соль. Добавляем соль в мясо, перед тем, как пожарим. А, соль grande. Пусть использует такую большую соль, крупную. для готовки. Но он говорит, что вы можете дома использовать такую хотите. И, если тебе нравится, мне нравится пи-мьенто, потому что мне нравится пи-мьенто. Если тебе нравится... Поэтому он добавляет перец. Но если вам не нравится, это ваше усмотрение. Как ты говорила, кому не нравится, не добавляйте. Убираем перец. И ваше усмотрение. И ваше усмотрение. Ваше усмотрение. Я спросила, почему чеснок он оставил? Он говорит, потому что у него большая кожура, и можно чтобы он еще отдавал вкус и продолжал жариться. Если вы любите мясо, советую маленькими кусочками, чтобы нарезали. Для того, чтобы это по вкусу было интереснее. Когда чеснок будет готов, Рафаэль предлагает собрать его. И сразу отправить в воду, которую мы будем варить и мясо, и чеснок, для того, чтобы использовать бульон для нашего риса. Bueno, el pollo ya está. И ahora vamos a quitar el pollo. Мы снимаем курицу. Lo echamos в воду. Lo echamos в воду. И добавляем в ту же воду, в которой уже есть чеснок. Ahora vamos a echar el conejo. Добавляем кролика. Если вам интересны какие-то вопросы по поводу кухни или готов, пишите нам в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok. Когда он нагревается, он прыгает. Надо быть осторожным. Добавляем. Когда жаришь рыбу, всегда подсолнечное масло. Но когда ты готовишь, и потом ты на этом будешь использовать, тушить, что-то дальше готовить из этого блюда, всегда оливковое масло. Добавляем. 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 или обычный гайп, что называют классическим, и потом варианты лэги, который лэггер – это первое, первое, наUN~~ изβαильный лэггер, это лучше, чем всегда используют в гайпуле, но, если тебе нравится, жарит веселый гайп, или credit cardinaire, чей-то обычный гайп, с лэггерой, и не варимый гайп, которые могут использования для скидки. Следующий лайфхак. Оливковое масло. Берете классическое, на котором не написано Вирхен Экстра, то есть первый отжим. Берете обычное, на котором нет этого написано и используете его для готовки. Все, что касается Вирхен Экстра первого отжима, это используется для салата, потому что там очень интенсивный и сильный вкус. Но если вы тот человек, которому нравятся эти сильные, насыщенные вкусы в оливковой маске, тоже используйте его для готовки. Но не жарьте, помните. Жарим и потом убираем, это только подсолнечное масло. Если мы хотим сделать это хорошо и добавим различные типы жарки, то дождите больше. Теперь мы можем быть вместе с огнем и фритом все вместе. Ну, хорошо, ahorра немного времени, но это понятно, что чем больше жарки, то дождите больше, чем больше жарки. Потому что единственное, что дождите больше, чем больше жарки. И потом уже знаешь, что с арома, примерно 20 минута, примерно 20 минута. Апространство. Рис готовится 20 минут максимум, но в подготовке, чем больше у вас ингредиентов, тем больше у вас времени на это уходит. То есть, в нашем случае у нас три вида мяса, перец с чесноком, и это занимает дольше времени. В третьем, наверное, это будет час-полтора приготовить корицу. Но если у вас один ингредиент, готов корица 20 минут, тогда, я думаю, за 40 минут вы должны справиться. Еще один лайфхак, otra фаэля. Когда вы готовите рис, помните о том, что у вас должно быть минимальное количество закусок. Потому что, чем больше вы поставите закусок, тем меньше у вашей гостей будет желания съесть рис. Поэтому, его рекомендация – одна-две закуски максимум. Можете даже сделать просто салат и рис. Кролика, воду. Рафаэль собирает все маленькие кусочки, которые остались от мяса, и убирает их со сковороды. Рафаэль говорит, я вам скажу, почему у нас так много мяса, потому что у него сегодня один человек в кадре, второй, который снимает, он и его, конечно же, прекрасная жена, Жанна. Поэтому мы любим покушать. Рафаэль. 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 sofrito, используем томаты, freímos томаты. Lo ideal es coger tomates maduros, rallarlos, pelarlos, ponerlos, está bien. Y sale muy bueno. Pero compras un bote de tomate titurado, extra, el que sea, bueno, y ya tienes el tomate titurado y no tienes que estar pelando, cortando. Está bien. Este es de Carrefour, ¿no? Sí, uno cualquiera, Cidagocos. Bueno, no, es una marca. La encontrarán en cualquier sitio. Y ya está. ¿Para qué te vas a complicar? Говорит Рафaely, что мы берем y почistir немножко la escala de sal, проверir насколько mucho o menos de maso de oliva y después nos empieza el momento, cuando nos vamos a poner tomate. Vous podéis, конечно же, взять el tomate, el tomate, el peritirte, el cogerir, con él, con él, con él que hacer y demás. Y ya está. O sea, puedes usar tomate titurado extra, y de cualquier marca, abrir el banco y воспользоваться ya el tomate titurado. Ponemos el aceite que creemos. Si somos hoy, vamos a ser seis personas para comer. Por lo tanto, habrá tres vasos de estos enteros. Entonces, dejamos lo suficiente y, a ojo, echamos tomate. Hay gente que le gusta más tomate, hay gente que le gusta menos tomate. Tener en cuenta que luego, antes de empezar a cocer el arroz, normalmente, algunos, como yo, lo que hacemos es que lo freímos. Porque al freírlo, el tomate, el arroz, va a beber todo este jugo. Vale. Y luego aguantará mejor a la hora de cocer el agua. Vale. Freír tomate, tú digas. No. Freír arroz. Luego, cuando lo hagamos, freiremos el arroz. Él dice que para mí es muy importante descargar el arroz, a no сразу descargarlo con agua. ¿Por qué? Para que el arroz pueda tomar todos estos soques que salieron de tomate y de todos los otros ingredientes. Una cosa importante en el arroz. El arroz no es un plato difícil. Es un plato laborioso. Pero la cocción es complicada. Entonces, para que un arroz te salga bien, tú no puedes decir ah, lo dejo y que se haga y me voy. No. El arroz tienes que estar aquí presente. Como un policía vigilando y ir viendo, moviendo, cambiando, si necesitas caldo, si hay que tapar, si hay que destapar, para que la cocción salga perfecta. Y cuando está hecho, lo quitas. Si no, te saldrá un mal arroz. Muy malo. voy a decir otra cosa, pero me calla. No, no. lo quitas. no, no. 15 minutos, no. 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 tenemos que hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? No. Para cenar. Para cenar. Esto es para cenar. Aprovechar tiempo. Exactamente. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Espera. Rafael dice, que cuando sepia encebollada y sepia encebollada y en una cacerolita pequeña, que va a ser lo que necesitemos. Y en una cacerolita pequeña, que va a ser lo que necesitemos. Y en una cacerola bastante grandes partes. Sí, no pequeñas no. Y por ejemplo, de esto, vamos echando ahí dentro. Esto se puede hacer pulpo, calamar o sepia, pero yo lo hago casi siempre con sepia. Он говорит, что это можно делать с кальмаром, с осьминогом и с каракатицей, но он всегда рекомендует каракатицей, потому что ее легче всего, всегда на более всего доступная в любом супермаркете. У нас есть интересная вопрос. Многие у нас лимпят все пешки и мясо, потом, когда покупают? Если вы лимпали хорошо, как случилось, я думаю, что не нужно, но если вы лимпали, то не будет плохо, лучше, 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 если вы хотите, лучше. Я спросила, нужно ли мыть мясо и морепродукт, рыбу в основном, или вот, как, например, каракатицей, после того, как нам ее почистили или там с ней поработали в мясном отделе и в рыбном. Он говорит, что можно мыть, конечно же, можете это делать, но я, когда вижу, как с ним работает, я уже дома не мою. Я возьму, когда мы берем каракатицей, мы берем каракатицей, мы берем каракатицей и добавим каракатицей. У нас есть крючка, пиолетик. У нас есть крючка. У меня есть крючка. Вы знаете, как вы ли? Я. Я добавлю с аллой. Немного соли. Я добавлю в хлопот. В хлопот. Немного белого вина для готовки. В хлопот. А потом, у меня очень хорошая сал. Много соли. В конце достаточно большое количество оливкового масла. так, чтобы почти снять. Нет, не нужно так, но очень много. Далее, я добавлю все это. И все перемешиваем. Я добавлю все хорошо, если вам нравится. Но это уже очень особо. Мне, например, мне нравится пикантин. Поэтому, иногда я добавлю ажи. Ажи, это пикантин, в поле. Но, ну, без пикантин для вас. Если вам нравится пикантин, то есть, более с перчиком что-то, или чтобы был более острый вкус, то можете добавить немножко. Видите, вы видите, что мы сделали, да? Мы поставили. Убираем немного вина. Еще добавляем немного вина. И все. Закрываем. Закрываем. Еще раз. Убираем много вина. И в 20 минут, halfа часа, если хочешь, будет. А что, даже в варианте сделаем. И что ещеetera. Было. 30 минут, и вы готовы. И на ужин у тебя уже готовы. Вот и есть, теперь уже готовы. минутos lo mejor es que la gente al cabo de 20 25 minutos con un cuchillo pinche si está hablando y está para comer ya está si no lo dejas más tiempo porque el costo не обязательно смотреть a 30 минут через 20-25 минут поднимаем крышку нож y comprobаем y si все маленькая то заканчиваем готов como tenemos tiempo todavía en otros 10 minutos vamos a hacer otro plato más que va a ser esto que ahora es una época y donde está muy bien y так как у нас остается время arafel всегда использует время за 10 minutos мы делаем еще одно блюдо которого сейчас очень классный сезон мы находимся в середине июня vamos a hacer una caballa en escabeche мы приготовим скумбрию le vamos a quitar esto porque es más incómodo lo dejamos con la cabeza lo ponemos en el congelador y cuando necesitemos hacer un caldo de pescado cogemos las cabezas las espinas para todo vale exactamente lo ponemos en el congelador ahora luego lo vamos a poner allí y ahora esto lo dejamos y luego con un poquito de aceite para el aperitivo te mueres vale cortamos así en rodajas no muy gordas no muy finas tampoco режemos на средние кусочки quitamos alguna espina si sale alguna espina nuestro país es casi siempre aumada sí pero aquí no es fresca y tener en cuenta una cosa mirar esta preciosidad de caballa a 7 euros el kilo o sea que estamos hablando de cosas que no son caras y que están buenísimas y y ahora mezclas con la bolsa de plástico y ya tenemos preparando y ahora vamos a poner una Препараем. Vamos a cortar la cebolla. Снова, Лук. Я сегодня здесь с тобой, но я не могу. Я говорю, что я сегодня на кухне, но я даже не помощникам не являюсь. Переводчикам. Vamos a cortar. Ahora, cogemos... Ажи. Часпамо. Сырчат чеснока. Подожди, если хотите, или вы можете оставить целиком, как вы хотите. Как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите. Можно нарезать, а можно оставить целиком. Как вам больше нравится. Esto lo hacemos en láminas. Он нарезает пластинками. Ahora cogemos el aceite, aceite de oliva. Оливковое масло. Bastante. Достаточно много. También aquí, por ejemplo, ves, podemos, si quieres, mezclar un poquito de aceite de girasol. Como es pescado, lo mismo da, para que no sea tan fuerte, a lo mejor. Немного добавляем подсолнечное масло, чтобы не было таким активным вкус. Оливковое масло, чтобы осталось 8 минут. Freir, наказать. Ажи. обжарить скумбрию, то есть не жарить, а обдать ее с разных сторон. Потому что после этого мы будем ее готовить. Entonces, expulsamos, чтобы не было много муки. Cuando ya hemos sellado la скумбрия, la vamos a retirar. Обжарили и убираем ее на тарелку. В этом же масле обжариваем чеснок и лук. Мы потушили лук и чеснок и добавляем винный уксус. Una buena chorrada, porque el escabeche es el que tiene que tener vinagre, sino no es escabeche. Соус escabeche у него входит уксус. Ahora, una vez que tenemos esto, echamos la скумбрия. Добавляем скумбрию, перемешиваем. Le echamos el vino blanco. После того, как мы положили скумбрию, добавляем белое вино. Для готовки. Удемо, para que se vaya calentando, el vino. Cogemos y rallamos la piel de una naranja. И магический лайфхак, это кожура апельсина, которая... Как он huele, как он пахнет. Вот оно. Это это секретно. Когда comida básика, будет для гостерапия. Сейчас мы перемешиваем, для того, чтобы кожура попала во все участки. Ahora lo dejamos unos minutos, que se vaya concentrando los sabores de la naranja, del vinagre, del vino, de la escumbria, de la cebolla, del ajo, todo junto. 3 o 4 minutos lo tenemos. Esto prácticamente ya está a punto. Lo que quiere decir, que mientras se ha hecho el caldo para hacer ahora la paella, ya tenemos dos platos que pueden servir. Esto de la comida de mañana, o aquello, y lo otro de la cena, o como quieras. Y esto es lo que hay que aprender en la cocina, que en el mismo tiempo has hecho tres platos. Es muy importante, lo que dice Rafael, cuando se mezclen todos los gustos, tres o cuatro minutos, y esto es lo que está listo. Pero lo que más importante, lo que está listo, es para usar el tiempo, cuando se prepara un producto, que requiere tiempo, por ejemplo, en nuestro caso, es el búlón, para preparar dos siguientes alimentos, los que puedes usar como en la mañana, como en el siguiente día. ¡Maravilloso! Como hemos dicho para el arroz, un aperitivo suave, que los mejillones, pimienta, laurel, vino blanco, lo ponemos, se abren y a comer. Entonces, midi, me добавlamos lavrushku, percic, bello y vino, y estamos. Pero los mejillones, es muy importante, antes he visto, que tú has puesto en agua, con sal, has limpiado, ¿o no? No, los mejillones no hace falta, las cañadillas, sí, lo que vamos a comer luego, que, o en el aperitivo, que son las cañadillas, esto sí que hay que ponerlo con agua salada, o agua de mar. Yo lo que hago es, eso es un truco para que lo sepáis, para cocinar el marisco, si tenéis a alguien que tenga un barquito, que entre dentro del mar, o que vayáis a alguna cala donde no haya nadie, lo que hay que traer es, agua del mar. ¡Ah! Y el marisco, lo cocino con agua del mar, no lo cocino con agua, con sal. Y esta es la formula, donde nunca te equivocas. Y el marisco te sale genial. Cuando termine de hacerse, lo meto ahí para cortar, porque si no continúa hirviéndose, corto la temperatura, y ya se puede comer. Y vamos a tener todo el aperitivo hecho en dos minutos. Lo que falta es la mesa. Una cosa que quería comentaros, que os he hecho, mirad, ahora hace calor. A mí, por ejemplo, yo soy un bebedor de vino, tú lo sabes, me gusta. Pero a veces, en esta época, cuando te juntas con amigos, te haces un arroz, una paella, como quieras llamarlo, que está muy rica, pero necesitas algo fresco. Entonces, os he preparado una cosa, que ahora os voy a enseñar, que está fuera de lo que es el dogma. Pero ahora lo veréis. Rafael сказал, que él quiere un poco hacer para nosotros un sorpresa, que en el momento, cuando hay una gran calor, y tú vas a ir con amigos, y vas a comer riz, y todas esas interesadas, no necesitas siempre beber vino. Él muestra, lo que te puede ayudar, como de ti, como de tus invitados. Lo vamos a hacer. Primero aperitivo. Ahora verás el olor del vino, de la pimienta. Cambio de temperatura, ¿no? Sí. Ahora... Estamos bien ahí, con el hielo. Очень запах сильный море, такой, солености, водорослей. Мы взяли сковороду, поставили снова ее подогревать, y ahora volvemos a la risa. Lembramos, que Rafael le dijo, un sacco de dos personas. Y también, un comentario muy agradable, que si tienes la oportunidad, de tomar toda la escala, con el agua, sería genial, que, por ejemplo, tres diferentes agres, pero, que no hubiera solo en un centro, por ejemplo, o por el lado. И ahora, ¿veis? Una vez que hemos hecho ya esto, entonces, lo primero. Вторая фаза. Cogemos. Сначала чеснок. И lo ponemos en medio. И в серединку. И ahora vamos ya echando caldo. И после бульон. Ahora vamos a poner la carne, la vamos poniendo en bloque, así, y luego ya la distribuimos. Сначала мы распределяем мясо, как бы, по частям, по блокам, а потом распределим его по всей escовороде. Y luego ya lo haremos mejor. Si vemos en algún sitio que se nos ha quedado un hueco, lo metemos. Если у нас какое-то место осталось без мяса, туда стоит. Vale. Vamos a distribuir. Сейчас распределяем мясо по всей escовороде. Esto lo ponemos al lado. Бульон откладываем, если он... Para ir añadiendo, en función de cómo veamos, qué necesitamos. Если он нам еще понадобится, мы добавим. И заключающий, это перец. Как только мы распределили мясо, расставляем перец. Y ahora le echamos un poquito de azafran. Y сейчас немного chafrana. ¿Cuánto costa un chafrán bueno? Спрашу, ¿cuánto может стоить chafrán хороший? No sé, esto te puede costar 9 o 10 euros. То есть, например, вот эта коробочка, она неполная, около 10 euros. Darle un toque fuerte, para que todo se ponga un hueco, y a continuación luego ya controlar. Очень важно, вначале, он распределяет так, чтобы можно было включить больше огонь, y чтобы все немножко, как бы, закипело. Y después de eso, уменьшить, y уже распределить por el fuego, por el fuego, en dependiendo de lo que necesita. Y ahora, lo que hemos dicho, ¿qué sorpresa? En verano hace calor, cogeis un vino roble, un joven, no crianzas, melocotón, solo melocotón, ni ginebra, ni burbujas, melocotón nada más. Lo ponéis por la mañana, y ahora, cuando llega la hora del aperitivo una cosa fresquita, probarlo. Y ahora me decís. Vino, молодое, красное вино, главное, чтобы оно было хорошее. Y только лишь персик, персик, больше ничего, ни другой алкоголь, никакие газированные воды, ничего. S'utra, делаете много персика, бутылка вина, и в обед ваши гости могут наслаждаться. Снимаем пробу, vamos a probar. Ven aquí, Paulina. Es que un toque, aquí, muy fresco. Все боятся подходить к камеру. Venga, voy a probar. Y otra cosa, cuando pongáis caldo en el arroz, para que el arroz no hay que moverlo, hay que abrir, y así no se quema. Еще одна рекомендация, cuando добавляем бульón, no надо его перемешивать, el arroz, внутри. Просто немножко, как бы, открываем возможность, бульону попасть вовнутрь. Vale. Señores, ya tenemos una paella, o un arroz de carne, como quieras decir. Ahora solo falta comérselo y que esté bueno. Si te gustó nuestra rubrica «¡GOTOVIM! con Rafael!», пишите комментарии, пишите, какие блюда вы хотите, чтобы мы приготовили. Pишите, успели ли вы выучить новые слова на испанском языке. Comentirte, делитесь нашим видео, и мы будем больше и больше для вас готовить. Субтитры создавал DimaTorzok